Добрый день, дамы и господа! В дальнейшем мы с вами не виделись. И сегодня я не буду рассказывать вам о какой-то конкретной технике. Сегодня я бы хотел поговорить о недалеком будущем. А именно, о 23 февраля. Наверняка, многие девушки начинают задумываться, что подарить своему мужчине. Я попробую упростить вам задачу и дать некоторые идеи для подарка. Сразу скажу, что носки, трусы и средства для бритья мы оставим на план B. Итак, что же можно подарить мужчине на 23 февраля? Из самого простого это инструменты. Шуруповерты, дрели, лобзики и многое другое. Но у нас же канал посвященный садам, ходом за ним. Значит и советы будут соответствующие. А еще предлагаю совместить этот праздник со скорым началом сезона. Вот, наверное, многие скажут сейчас, что это такое дарить инструменты для сада и все такое. Но поверьте моему опыту и тому, что я вижу на участках. Мужики очень любят разбираться и учиться работать на новой технике. Да так, что вы их за уши потом не оттащите. И все-таки, давайте уже перейдем к конкретнике. Только не забываем, что совмещаем со скорым началом сезона. Первое. Если у вас уже есть техника штиль, а именно триммер, то можно подарить дополнительную насадку. Для него, например, пилу или кусторез. Если же у вас нет триммера этой фирмы, то как раз можно и подарить ее уже с дополнительными насадками. Поможет обрезать плодовые, кусты и не только. Второе. Дерево-извеличитель. Да-да, подумайте сами. Ветки всегда будут на участке. Их либо сжигать, много где это запрещено, либо выкидывать, опять же, тратить много сил. А с этим инструментом будет проще избавиться от веток. И к тому же, получившиеся опилки можно использовать как мульчу. Третье. Колумб. Сейчас огромное количество вариантов этого инструмента. Есть и с электроприводом, и с гидравлическим приводом. Вариантов масса. Но я бы подарил вот такой. И место много не занимает, и довольно современненько. Четвертое. Если у вас мужчина работает, работает, это хорошо. Он зарабатывает деньги. Четвертое. Если ваш мужчина любит что-то мастерить своими руками, то хорошим вариантом будет обычный набор инструментов. Например, из ручных инструментов, если работает по дереву. Рубанок, стамеска, коловорот. Электрический инструмент, шлифовальная машинка, цепная дисковая пила, шуруповерт. И всякого рода дополнительные инструменты, типа верстака с тисками, струбцина, клещи и плоскогубцы. Пятое. А еще, работая на разных участках, я заметил, что очень часто в хозяйстве отсутствуют порой банальные вещи в виде бензопилы, сучка-реза, опрыскивателя, пусть даже и простого, и так далее. Это тоже будет одним из вариантов для подарка. Это самое то немногое, что можно придумать для подарка. А вообще, есть хитрость. Она годится для всех. Если вы хотите узнать, что человек хочет как подарок, скажите, что вы уже его купили, и пусть человек попробует угадать. И тем самым он перечислит то, что хотел бы получить. Отличный способ, рекомендую. Ну, а на этом у меня все. С вами был Дмитрий. До новых встреч и пока. Всех с праздником. А что ты мне подаришь на 23-е? Сухой паек. Сухой паек? А что, посерьезнее-то нельзя? Будешь кушать. Я точно не ем дома, да? Ладно, я понял. Окей. Неизвестно, когда тебя еще покорят. Спасибо.